Мой доклад посвящен немножко другого ракурса, посмотреть на те проблемы, которые связаны с использованием СИМ. Пилотная организация информационного обмена в формате СИМ начиналась между АО ЕСК и филиалом стенопиады Свердловского ЭРДУ. Особенность была то, что у ЕСК была собственная информационная модель. Потребовалось сопоставление информационной модели, отработка технических решений, что и было сделано. И с февраля 2020 года, собственно, постоянный обмен уже стал реализовываться в объеме согласованного профиля. Это составляет 30 тысяч параметров. Дальше реализованные решения были растиражированы. Первый опыт тиражирования это Россети Тюмин. Как раз с апреля 2020 года и до сентября. А вот дальше уже, когда потребовалось расширение информационного обмена. Под расширением что понимается? Понимается уже полностью перевод информационного обмена на соответствие требований 102 приказа. Это существенно увеличило объем параметров. Вот посмотрите, 210 тысяч параметров по сравнению с 30 СИМ и существенно объем уже по Россети Тюмин. Ну и плюс данный опыт был использован при отработке принципов инновационного обмена в тех документах, о которых сегодня уже говорилось. Это регламенты и правила моделирования. Хочу сказать пару слов про основные комплексы работ. Я выделил бы три компонента. Это моделирование объектов электрической сети. Это то, что выполняет, собственно, ДЗО. Верификация педагога фрагментов. Выполняет система операторов. И устранение выявленных ошибок. Я бы экспертно разделил эти работы в соотношении 40-20-40. И вот хочу обратить внимание, что здесь очень важно именно системно проводить обучение персонала с тем, чтобы исключить вот этот объемный участок работы по устранению выявленных ошибок. Причем системное обучение, понимая то, что здесь было, не только обучение инструментариев, но и обучение правильного понимания и восприятия ГОСТов, правильного восприятия и применения методики уже на практике. Вот это обучение позволит сократить как первый блок, так и минимизировать или полностью исключить последний блок. Теперь пару комментариев по указанным блокам. Ну, что касается моделирования объектов, здесь приведено информационно, что физические объекты ЕСК, это вот количество подстанций или метр-передач, здесь приведено. Рассетить умень на порядок сложнее. С точки зрения, после реализации требований 2-3 ГОСТа, информация о правильных метр-передачах была преобразована уже в информационную модель, это сотни тысяч экземпляров квасов. Теперь, собственно, про верификацию. Верификацию — это принятых от ДЗО фрагментов осуществляет персонал системным оператором, используя имеющиеся программные инструментари и на основе уже отработанной методики. Что все отключают? Вот здесь приведены, изначально надо обеспечить проверку на соответствии с идентификатором, наличие объектов, которые принадлежат, собственно, тем ДЗО, которые передают этот очень важный компонент. При отсутствии такого сопоставления он просто не сможет принять эту модель в правильном ракурсе и отразить, что если АО «Энерго» передает, эти объекты принадлежат в ее операционной зоне ответственности. И вот это соотношение должно быть правильно отражено. Очень много ошибок в этом вопросе было. Так, соответствие географических регионов требований ГОСТ, чуть ниже у меня пример такой, приведем, в чем была ошибка. Наличие незаконных ассоциаций и так далее. Ну и в конце идет, собственно, проверка соответствия информации, которая должна передаваться в соответствии с 102 приказом, и, собственно, достоверность уже принятых параметров. Ну и теперь несколько примеров типовых ошибок. Здесь слева показано пример ошибок, когда передавали фрагмент системы оператора АО «Энерго». При дальнейшей работе по расширению АО «Энерго» проводили ряд действий по расширению, и были допущены неточности в работе с информационной моделью, в результате которой была потеряна связанность, и приходилось исправлять ее, что занимает достаточно серьезный объем времени. Справа показан пример неправильного использования класса «Регион». В ЕСК на соответствующие классы были использованы локальные классификации, вот здесь видите инженерные системы, сами и так далее, а по ГОСТам это уровень Российской Федерации, федеральная округа и так далее. Вот это расхождение стало существенным тормозом для того, чтобы автоматически все это принять. осложнилось тем, что исправление данной ситуации, информационная модель ЕСК используется в своих уже деловых процессах, и все исправление требует корректировки уже имеющихся стыковок. Поэтому еще раз говорю, что желательно все это отрабатывать на этапе интеграции. Ну и пример ошибок, когда не была заполнена ассоциация, ассоциация в частности бейзмольтаж, это уровень напряжения, и это тоже повлекло к невозможности корректного приема информационной модели. В целом все вот эти типовые ошибки протокольно зафиксированы, протокольно зафиксированы, и имеет смысл те, кто начинает работать в части интеграции, внимательно идите по ошибке, рассмотрите, проработайте. Александр, три минуты. Так, ну я сейчас хочу к ключевому слайду как раз подхожу. Здесь слайд информационный, это собственно состав информации, который обменивается, что такое, вот, простой второй приказ, правило предоставления информации. Здесь информационно представлено для сетевой кампании, вот, облица вторая, что, какие сущности передаются по 102 приказу. А теперь, собственно, хочу показать о том, как в классическом формате происходит обмен. Субъект электроэнергетики на основе локальных баз данных, документации и все прочее формирует в ручном режиме файл для передачи системы операторов, обрабатывает его, передает. И вот эта схема не позволяет встраивать имеющийся процесс для цели использования каких-то внутренних процессов субъекта. Плюс, посмотрите, дальше электронная передача, она не структурирована в настоящий момент, определяется локальными договоренностями в операционной зоне. Обычно в каком-то формате Excel здесь требуется точность стандартизации, которая обеспечит использование, обеспечит техническую и информационную совместимость, обеспечит новый уровень взаимодействия на основе типовых прав. Верификация, вот уже на системный оператор проходим. Значительная часть ручной работы в настоящий момент происходила в пластичном формате. Внесение изменений в информационные системы, это тоже ручное действие. Внесение в документацию, это имеется в том, внесение в код. Ну и плюс, обратите внимание, еще передача информации на другие уровни диспетического управления. Ну то есть данная схема, она достаточно затратна и требуется, для более эффективного использования процесса требуется схему переделать. Что в итоге мы получили про пилота? Вот такая структурная схема. Основные принципы этой схемы, это принцип однократного входа первичных данных. Вот слева посмотрите, все данные вводятся однократно и дальше уже используются в информационных системах в соответствии со стандартами. Единое окно взаимодействия. Здесь, если вы посмотрите на сим-портале, реализовано, и появляется широкий состав именно цифровых решений по обеспечению качества данных. Это здесь по художеству портальные средства проверки, автоматическая технологическая проверка. И вот такая схема как раз на основе пилотов уже у нас заработала и реализована. В части первичного ввода данных, если вы слева вверху посмотрите, то те субъекты, которые не реализуют свои информационные модели, они имеют возможность вводить через веб-интерфейс предоставляемый сим-портал. Вот здесь пример дополнительного преимущества взаимодействия при решении информационной модели, например, Россети Тюмейн, мы им передали фрагмент информационной модели, слева показана нормальная схема, было смоделировано в объеме объектов диспетчеризации по станции Полоски, Сургут. Россети Тюмейн для обеспечения своих внутренних делок процессов расширили и детализировали информационную модель и в рамках информационного взаимодействия мы получаем от них уже детализированный фрагмент, проверяем и включаем в свою информационную модель и у нас справа последний фрагмент уже Тюмейнского рту после интеграции. В итоге по 104 подстанции 518 участков это существенное расширение. Для чего что это дает по преимуществу? Полное представление по 102 приказу и как основа для инфляционных моделей для перспективных расчетных моделей Основные идеи я сказал так как время уже ограничено хочу буквально пару слов что мы работу по развитию инфляционного обмена продолжаем у нас сейчас активно идет сферновэнерго кстати интересные с территориальностями организации по Суэнке тоже подписан план график работ с окончанием если посмотрите в декабре 2020 год с переходом на обмен формате сил так ну и перспектив использования тут в принципе тоже все понятно не буду комментировать в целом все о чем я хотел причем мне это сказать если есть вопросы работайте Александр Владимирович добрый день в прошлом году вы рассказывали предыдущем да вот назад о предыдущем этапе работы когда вы взяли информационную модель нефтябургской компанией выполняли верификацию сравнение поэлементное правильно я понимаю что на текущий момент две модели как бы синхронизированные ну по классам и поддерживаются в уртуальном состоянии то есть одинаковые мриды в них поддерживаются то есть один раз этот процесс прошли и дальше выстроен бизнес-процесс постоянная актуализация для того чтобы эта синхронизация сохранялась да именно так происходит актуализация этой модели появление новых объектов заводится и на стороне АОЭнерго соответственно мы получаем эти данные и этот процесс синхронизация идет постоянно вот когда АОЭнерго заводит новый объект они вам передают именно изменения в модели или модель целиком обновленную вот смотрите сейчас большей части получается следующее что мы зачастую вперед заводим вот эти объекты по ряду причин в части организации в целом процессе у нас в нашем инфляционном отеле они появляются раньше соответственно в целевом отеле конечно желательно чтобы АОЭнерго заводили и мы получали но в принципе к этому технически к этому готовы ну так каким образом сейчас вы заводите раньше а они вам предоставляют дальше как процесс выглядит и вопрос такой они предоставляют вам в формате ГОСТов вот эти изменения те пилоты все изменения в формате 7х см нет просто именно утвержденный ГОСТов потому что там есть внутренняя модель которая скажем использует монитор электрик в своей программном комплексе мы сейчас в формате ГОСТов ГОСТ 2-й 3-й ведем речь с тем чтобы как еще раз говорилось по 102 приказ стремление 102 приказ фактически соответствует 2-му 3-му ГОСТу соответственно мы ведем речь о том чтобы вся информация в том числе измель предавалась в полном объеме соответствующей 102 приказу просто нам например разработчик при проработке этого решения говорит о том что при выгрузке через ГОСТ возникают определенные технические проблемы по передаче именно фрагмента модели то есть каждый раз приходится выгружать модель целиком я вот хотел просто понять решена ли этот вопрос у меня еще один маленький вопрос вот МРИДы я так понял по 110 кВт и выше назначаете вы а как вы поступаете с идентификаторами по тем объектам где вы не являетесь где системный оператор который не находится в ведении системного оператора ну здесь во-первых это определено рекламентом взаимодействия между ДЗО-овой сети и системным оператором в данном случае в рамках этого рекламента они присваивают артефагический брод УИДы ставят его как и внешний дефекат и направляют в РДУ мы соглашаемся и используем эти же самые УИДы в свои модели для того чтобы принять при результационном обмене а если там есть третий собственник например оборудование третьего а в этом случае есть поле действий по собственникам мы их профиль настраиваемся чтобы не принимать от других собственников эти объекты понятно Александр спасибо большое приглашаю Юрия Крабкова можно еще один вопрос еще один вопрос да вот принципиальный вопрос по оборудованию находящихся в виде неуправления системных операторов 110 кг а вот и ниже которая оказывается потом в модели системного оператора по каким параметрам выполняется проверка на правильность моделирования и еще конкретно так скажем числовые значения параметры что именно проверяет как я говорил мы проверяем начиная соответствие с моделью то есть правильно ли соответствуют все поля если все проходит по структуре по базовому профилю начинается проверка соответствует ли этот объект по собственности ну то есть некие фильтрации проходят как только фильтрации пройдут пройдут дальше проверяем уже своими инфляционными системами проводим оценку состояния расчеты и проверяем уже качество предоставленных параметров хорошо если расхождение и субъект прислали вам паспорт и написано на бумаге что там параметры что-то не отличаются то есть вы хотите сказать что субъект направил информацию отлично от того что в паспорте нет наоборот он прислал то что в паспорте а у вас система говорит о том что она отличается ну оценивая ранее предоставленная возможно не актуально в этом случае идет процесс выяснения если действительно у нас ранее была неправильно предоставлена так замечательно вы выявили и стали использовать уже достойную информацию спасибо вам большое за вопрос спасибо за вопросы